добрый день друзья с вами по-прежнему верхов продолжаем нашу игру я занимался тем что ловил леща для ухи он у меня закончился и почти что сутки даже побольше наверно полутора суток я находился на базе куба и ловил кафраадонов и почти что я приблизился за два дня к 74 разряду всего осталось 20000 мне каких-то до 74 разряда друзья сегодня у нас якутия и голец ливанидова 956 грамм но вот хороший интересный очень квест конечно я хочу поиграть значит в рыболовном магазине нам нужны воблеры это самые универсальные и быстрые способы поимки гольца ливанидова это воблер 30000 маленький но я покупаю всегда комплект это воблер 3001 маленький но я тоже покупаю комплект маленький у меня есть это воблер 3010 тоже маленький то есть все воблеры маленькие избил насадок это безусловные лидеры это паук и живец следующая информация наверное будет интересно исключительно для тех кто по серьезному играет русскую рыбалку играют формные турниры минимальная глубина для крупной крупного веса метр шестьдесят для среднего метр сорок если предположим что и задача поймать тяжелый вес и не нужен абсолютно мелочь не нужно отсекает мелкую рыбу это мушка это вибратор но у меня вот есть информация со старых версий в этой версии я не ловил на вибратор гольца ливанидова а вот в 3.6 я его ловил на вибратор причем трофейного я ловил на вибратор 60 02 маленький и так вся информация которую я вам хотел поделиться я сказал где же ловить нам но на многих локациях есть а как и я предположим локации но здесь нас будет доставать щука съедим вот но пожалуй наверно вот здесь мы с вами половина этой локации кубе они здесь локации не очень удобны для облеснения по тут пару мест где можно делать проводку давайте с вами достанем паука ну и куда мы с вами его закинем вот 225 нормально то есть помним что рекомендованная глубина метр шестьдесят это выше который крупный перестает клевать но это не совсем так друзья это все условно конечно деление то есть если в пол воды ловить гольца ливанидова он тоже будет клевать но эффективность по сравнению с одном будет в половину ниже и конечно крупный голец может клевать по поверху но пять поклевок и ста поклевок в общем-то по-моему не заслуживает внимание то есть именно с такой эффективностью он будет клевать по верху то есть всегда когда рыба ловится со дна она может ловиться и пол воды из поверхности может ловиться вот хорошее местечко сейчас мы с вами заканем 292 это оптимальные глубины как видите они больше метр шестидесяти то есть здесь будет клевать у нас весь вес клевать большой и маленький сюда мы поставим сейчас живца с вами вот и по близ ним то есть не забываем что у нас на базе действует запрет давайте посмотрим что тут голец арктический щука не его но здесь наверное мы не дождемся гольца арктического ухты елки-палки сразу на зацепа попал но здесь ничего мы знаем как избавиться от зацепа и сохранить нашу с вами блесну вот здесь вот не зацепов то есть вот вот в этом промежутке вот здесь вот не зацепов но я вот здесь вот буду проводку делать ночью рыбы редкие поклевки очень в основном это дневной лов повторяю наиболее универсальными и быстрыми методами поимки гольца ливанидов является воблер 1 32 0 30 01 который эффективно будет ловить как мелочь как среднюю так и крупную рыбу и отсекающие блесны это вибраторы и мушки которые отсекают нам мелочь а вот бионасадок которые бы отсекали нам мелочь ну я что-то таких и не знаю то есть они являются универсальными для любого поимки одинаково хорошо будет ловить и мелкую крупную рыбу трофейную могут рыбу ловить если таковая имеется но есть поклевка и вот как видите мы угадали ливанидово мы имеем гольца но он что-то не очень у нас шустро работает давайте-ка поставим воблер другой 32 0 посмотрим как этот воблер эти два воблера абсолютно продуктивные абсолютно они хорошо работают какой-то выделить здесь нельзя ну и как видите бионасадки молчат в принципе воблеры тоже не работают так как надо то есть нет активности рыбы на локации но это друзья не о том что мы что-то там неправильно делаем абсолютно это не так резкая поклевка это как раз поклевка нашего гольца но только галец но чешского но тоже есть на этой локации и тоже будет клевать на те же насадки на те же воблер он будет клевать и есть тут тоже появился у нас это плохо это очень плохо что не работает совсем бионасадки плохо чтобы наверняка на сто процентов сыграть этот квест конечно нужно пару дней самый оптимальный вариант то есть первый день день мы подбираем насадки и возможно при подборе насадок или при угадывании шансов мы сразу сыграем этот квест а вот он уж второй день мы точно мы с вами его сыграем с блеснами с насадками определимся и уже будем целенаправленно вылавливать наш вес вот если нужен быстрый результат то есть вот поиграли до 9 до 10 часов и в общем то перезагрузили если мы попадем на положительную работу генератора то есть мы сыграем квест этот моментально с одного заброса мы сможем сыграть но нету не работают воблера не 32 0 не 30 0 1 воблер давайте 30 10 поставим воблер маленький и потом уйдем с вами на мушку него не думаю я говорю что эти воблеры они одинаково хорошо будет ловить любой вес какой хотите вот две поклевки две зачетных поклевки следующих две поклевки могут быть низкого веса вот вибратор в принципе отсечет эти низкий вес и мушка тоже нам будет отсекать третью поклевку и опять ух какой хороший мы перебрали немножко с вами какой хорошего смотрите третья поклевка опять зачетный вес но это так работает так она и есть друзья то есть воблеры является наиболее универсальным средством поимки гольца него не дава он наиболее быстро вот следующие три поклевки могут нам быть низкого веса пожалуйста мои слова 330 грамм ну то есть избирательности нет у воблера универсальность есть ловит любой вес ну хорошо что 10 облера заработал ну хоть что там это ожило у нас между тем продолжаем с вами ловить совсем молчат для насадки совсем между тем у нас паук но это мелочь мелочь и вот смотрите вторая поклевка то есть три поклевки зачетные хорошие две поклевки низкий вес ну то есть сейчас мы с вами наблюдаем то о чем чем я говорил универсальность работы воблера но не избирательность и опять низкий вес третья поклевка ну нашли мы с вами удачный воблер который работает 30 10 маленький проводка медленная по дну ну пока что нашего веса нет между тем паук хорошая очень поклевка с такой замечательный вот мы что-то вот смотрите как и хорошо я что так сыграл пусть будет так пусть будет 74 разряд у меня и вот он наш 965 грамм ну а друзья это все что с чем я хотел с вами поделиться в этом в общем то видео возможно я переиграю на максимальный результат возможно оставлю это этот день так вот но в любом случае друзья увидимся совсем скоро у нас 75 разряд и финишная прямая всего доброго с вами был верх